Рано или поздно это дефолт все равно наступит. Выплатить нам надо за этот год 17,8 миллиардов долларов. Откуда мы их возьмем? Первый транш, который мы должны заплатить, это 5,4 миллиарда. Это должно быть до 31 марта. 5,4 миллиарда. При этом у нас живых денег в долларе... До 31 марта? До 31 марта, да. 5,4 миллиарда. И никакой транш МВФ, весь транш, о котором шла речь, был 5,4 или 5,8, я уже не помню. Это весь. А в этом году нам обещали максимум 2. Более того, рассчитаться этим траншем за долги нельзя. Он просто кладется в Национальный банк для того, чтобы обеспечить стабильность. В нашем национальном банке в золоте, там, по-моему, только один с чем-то миллиарда в чистом золоте. И то это золото в Соединенных Штатах находится, а не у нас. В долларе у нас, в чистом долларе, было 2,7 миллиарда, из которых уже миллиард спустили. Для того, чтобы Ситибанки и Ротшильды могли выйти с пирамиды Маркаровой, сбросить нам гривну спекулятивную, а себе забрать доллар и вывезти его отсюда. Сказки о том, что это население скупило целый миллиард. А ну покажите мне то население, которое, извините, за ЖКХ заплатить не может, но оно целый миллиард долларов скупило. Ну, то есть какие-то глупости, знаете, несут. Более того, от пустых полок во многих магазинах в Киеве и по регионам нас спасло не то, что у нас народ меньше паникует, а потому что у народа денег нет на руках. И, собственно говоря, купить-то не за что. Для того, чтобы купить что-нибудь ненужное, например, там 100 долларов, прямо сейчас ненужное, нужно иметь что-нибудь ненужное, то есть какую-нибудь свободную гривну. А этой ненужной свободной гривны, к сожалению, у народа нет. Поэтому, ну или к счастью. Поэтому, собственно говоря, Нацбанку нужно не сбрасывать, что люди панику подняли. Наоборот, благодарить людей за то, что не ринулись скупать, потому что просто не за что. То же самое и, собственно говоря, и по продуктам, и по товарам. Там уже некоторые сети вешают не больше 5 килограмм в одни руки, спешите к нам. Ну, это все глупость, это все маркетинговый ход, пытаются просто поднять внутреннее, ну, это внутреннее потребление. Собственно говоря, я не против, приветствую, потому что в таких периодах нужно стимулировать внутреннее потребление. может быть даже напечатать дополнительную гривну для того, чтобы насытить экономику деньгами. Собственно говоря, как это делают в Штатах, в других странах, выдают деньги просто так, безусловный доход людям на руки, для того, чтобы они стимулировали потребление, потому что в этих условиях они эти деньги не вывезут за пределы, а потратят именно внутри страны и помогут экономике не схлопнуться окончательно.